Ребята, всем привет! С вами канал Васин Осенний, меня зовут Сергей, если кто не знает. Всех хочу попросить подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. И также очень хочу попросить вас подписываться на мой инстаграм, там я выкладываю различные сюжеты из своей жизни, а также выкладываю новости из жизни наших героев. В сегодняшнем сюжете мы хотели показать, в принципе, много позитива, как Лёха работает, и это ему действительно нравится. Но случились некоторые обстоятельства, которые в корне поменяли настроение этого сюжета, и вы сейчас сами все увидите. Друзья, мы приехали на работу к Лёхе, сейчас посмотрим, как там обстоят дела. У него, можно сказать, первый день сегодня, и вообще посмотрим, чем он занимается. Пойдемте. Приветствую. Лёхин велик. Мы ему подарили велик, потому что, ну, в Калуге ему надо как-то передвигаться. Ну, так, посмотреть, как обстоят дела. Ну, как он вообще, соображает? Ну, втягивается. Втягивается потихоньку. Слушает, слушает, соображает. Пока он, ну, как бы, первый день-два он будет, ну, в принципе, по сути, смотреть только. Все они запишут, ну, прям за мной, то есть, если что-то понятно, то надо спрашивать. Я и спрашиваю, если надо. Ну, как тебе? Нормально? Ознакомливаешься, да, потихонечку? Хорошо. Ну, если это просто приматываем вместе, ну, вместе с пакетом, ну, просто скотчем, просто заматываем. Снимаем пакетом? Ну, сейчас покажу. Ну, их шесть магазинов, все, как бы, запомнишь потом. Ну, сюда, вот сюда смотришь, параметры производства, это вот только тебя касается. Ну, так разбираешься, понятно? Да, мне надо понять, да. Ну, если смотришь, короче, бланк заказа, который, который сделан, я вот сюда убираю, а который еще в работе, то есть, они все вот здесь стоят. Ну, или валяются вот здесь, как видите, когда обеспеваются. То есть, ну, по сути, они все вот здесь, а которые выполнены здесь, просто шапута ничего не было, чтобы... В общем, с утра раздается звонок от Лехи, в 8 утра, я себе позволил сегодня поспать до 10, ну, у меня не получилось, в общем, из-за Лехи. Вот, дядь Сереж, как ехать, куда поворачивать? Я говорю, да вот, направо и направо, мы с тобой ездили. Ну, ничего, запамятного бывает. Ну, ты сразу нашел, да, без опоздания практически приехал? Да, сразу. Как работа, как коллектив, расскажи? Ну, мне очень понравилось. Да? Вот какие вопросы, если я не задавался, практически, особенно, одну трубу делали, классическую. Правда, брак был 5 штук, а так вот сейчас, вот, недавно закончили. Упаковали. Расскажи еще, ты вчера ездил за роутером, да, у тебя дома роутер, ты говорил, есть? Да, я вчера ездил за роутером. В деревню к себе. Я поехал вчера в деревню, ну, в этот, решил построить в Север, а там Штыкера, я думал, Штыкер что-то дома есть. В Север взял, вещи взял, домой приехал, у вас и него на снимать. И сестра там, и говорят, что тут делаешь. Она мне сейчас названивает, сестра Лехи. Дальше захожу, я смотрю, ребенок ее, мать, Паша, и пошел, поехал. Все пьяный? Ну, конечно, они там все, я когда зашел, там не с кем было разговаривать, и сразу одно слово, дай сигарету. Я говорю, у меня нет сигарет, говорю, появите, говорю, у меня я. Мне очень жалко, что ребенок страдает от твоей сестры, сколько ему? Четыре месяца? Ой, да-да, четыре месяца сейчас будет. Это, конечно, страшно. На самом деле, она мне показалась таким, знаешь, человеком добрым, там, все, ответственным. Но вот, учитывая события, какие происходят, она будет ролик смотреть, я не знаю. Просто подумай головой, очень хорошо. Я даже с одним мальчиком вчера, ну, он встретился, который в интернете учился. Максим зовут, мы вчера гуляли с ним, это Польша, Победа, вот, ну, не поздно. А, здесь в Калуге? Да-да-да, мы вчера ходили, вот, гуляли с ним, решили с девчонками познакомиться, но так не получилось. Тебе получилось? Мне вообще не получилось. Вот, я такой иду, там с девчонкой одной еще переписывались тоже в ВК, со страниц своего, с своего телефона. Он видит такое, говорит, девчонки, можно с вами познакомиться? Девчонки увидят, а что? Я ему говорю, давай, у меня есть возможность, говорю, пойдем, вон, ну, побреешься. А он с бородой, короче. А, с бородой? Ну, девчонки, можно с вами познакомиться? Девчонки мне такие говорят, а сколько вам лет? Говорит, девятнадцать. А, говорит, все понятно, мы дальше пошли. Бородой напугал, да? Да, часу, да, мы гуляли, и это, никого вообще не нашли. Ну, были там, видите, лукаши-не лукаши лазили всякие. Ага. Вот, Макс говорит, все, я домой поехал. Говорит, давай, я говорю, провожу и домой поедешь. Нет, он сначала наоборот меня проводил, а потом уже сам поехал. Сейчас, извини, сейчас. Алло. Смеясь? Алло. Слушаю. Здравствуйте, Сергей, это Андрей, который с Танюхой живет. Вылетайся. С Танюхой с сестрой Лехой? Да, 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 блин, не сможешь ты ее перевезти на дорогу, она вчера там, ну, что дело, уехала в Калугу, а я потом попозже. Она сейчас в Калуге? Она в Калуге сейчас находится. А где она находится, ты можешь мне сказать? Я сам не знаю, она просто уехала вчера, она вообще пошла родителей провожать, а сама же говорила. Ну, ты понимаешь, что вот эти пьянки доведут до плохого, у вас маленький ребенок? Я в курсе, ё-моё. Я-то не знаю, что она свалит, она сказала, что пошла родители провожать. А сама уехала вместе с ними, потом телефон что-то выключил был, я до нее вообще еле дозвонился. А ты с ними не выпивал? Я выпил там чуть пива, я пил, ну, вчера пивка чуть-чуть попил еще. Ладно, сейчас разберемся и позвоню. В общем, здесь, Серёж, приезжаем, сегодня вот, было 6 минут первого, поехал на обед, дядя Дигорь отпустил, я поехал на обед. Только в квартиру захожу, злонак раздается, Паша, ну, я думаю, мам, как всегда, она же увидела. Учим, да, твой? Ну, с отчимом. Я поднимаю трубку, сестра такая сразу резко, Лёша, Лёша, говорит, ты не можешь мне, говорит, Ди Серёжа позвонить, чтобы он перевел, сколько, в 100, нет, 200 рублей, чтобы я такси вызвала. Я говорю, зачем тебе вообще на насекольный завод? Говорит, да надо до Андрюхи доехать. Так она здесь сейчас? Она сейчас в Каменке. А, в Каменке? То есть он наврал, получается? Да. Она ему, получается, как, позвонила, он сейчас так понял, она тоже, блин, Лёша. Она ему наврала? Да, да, да. А, что она в Калуге? Да, у меня, получается, она ему сказала, и поэтому, чтобы деньги, он просил от нее, чтобы вы ей скинули, и чтобы подо него поехал. А, понял, понял, чтобы на такси поехал. Ладно, сейчас мы тогда узнаем. Давай сейчас сестре позвоним все-таки. Она пока не берет трубку. Блин, страшное дело, когда вот матери с детьми пьянки, это страшно на самом деле. Да. Ну ладно, перезвоним. Да не, не, она, я думаю, возьмет. Какой? На 19? Сейчас покажу тебе. С этого она возьмет. А, да, это твой старый номер. Она, видимо, сейчас. Свой она просто телефон в комнате, то вообще она это в терраске. Ну она мне с того звонила, вот, с которого я ей перезвонил. Ладно, сейчас мы постараемся. Алло. Да. Алло. Говори. Это, видите, это Сергей. А где там Таня? Таня, она уехала в Калугу. Калугу уехала? Да. Папа. Папа. Это. Чего? Таня дома, дай мне Таню. Она уехала в Калугу, где-то, где-то, как его, с Андрюхой уехал. Какой он с Андрюхой уехал, она дома сидит, пускай не ныкается. Нету ее дома, я дома один. Ааа, ты не дома ни один не ври, во-первых, маму Пашу там. Они куда-то ушли, Лёг. Че? Дайте мне отдохнуть. Мне маму дай. А где я тебе возьму маму? Ты только дома. Она, так она ушла. Бессмысленно. Давай, ладно, до связи. Я тебе говорю, что я... Все, на него, видимо, там давит со всех сторон. Не будем тебя отвлекать от работы, Леха. Все, давай, мы там разберемся с сестрой. Все, ладно, спасибо, извините, что отвлекли тогда. Все, Леха, на связи. Хорошо. Так, нам перезванивает сестра Лехи. Алло. Алло, Сергей, привет. Да, Тань, привет. Сереж, ты не сможешь меня рублю сейчас от перевести? У меня завтра будет детский, я не смогу отсюда. У меня просто видеоусловий нет у родителей. Органы опеки могут в любой момент приехать. Не сможешь его в 600 перевезти? Подожди, давай по порядку. Ты сейчас где? У родителей. Ты у родителей. А зачем тебе деньги нужны, скажи? На... Как... На... Хотя бы на такси ребенок не сможет уехать отсюда. Мне не пускать даже на автобус. А чем ты думала вообще, когда ты опять пила там с родителями? У тебя же ребенок. Ты это можешь понять? Да не пила, да. Да пила ты. Тань, послушай меня. Ну, я рубочку выпил. Ну, Сереж, можешь выручить в последний раз. Я больше не буду просить тебе денег. Да дело не в деньгах. Мне вообще не жалко. Я пытаюсь... Понимаешь, у тебя маленький ребенок. Что ты творишь? Ну, что ты творишь? Ну, я в курсе. Ну, я в курсе. Можем бы 600 перевезти хотя бы. Ты даже о нем вообще не думаешь? Я думаю об этом. И вот честно, даже неприятно с тобой разговаривать. Вот серьезно тебе говорю. Я все обещаю. Я больше не плюсь в доме, Сереж. Я обещаю. Блин, ребят, просто меня это убивает. Когда вообще не думает о ребенке. Вообще. Ей вообще насрать. Просто плевать. Вот это просто животные люди. Ладно, хрен с ними, когда ты один, да? Но когда у тебя маленький ребенок. Вот 4 месяца комок на руках. И ты едешь с ним на пьянку. Потом тебе нужны деньги. Ты манипулируешь ребенком. Выпрашиваешь деньги. Вот это суть алкашей. Вот задумайтесь, когда будете. Не знаю, если кто-то из молодого поколения выпивает. По баночке пива. Потом по две баночки. Вот до этого можно все довести. Да, Сереж. Почему ребенок кричит? Да иди сюда, чек. У меня бутылки все собаки пожрали. Не поверите, как сегодня. Что? Бутылки все пожрали. Собаки. Ты что, мать, не кричи? Собаки бутылки пожрали? Да. У меня все в кише бутылки сажали. Но еще у меня как-то появится кофе. Ну, все в это каком. Ну, стеколь нам. Давай, сейчас подожди минутку, я тебе перезвоню, хорошо? Давай, давай, давай. Короче, ребят, не знаю, сможете захейтить меня. Я сейчас позвоню главе администрации. Пускай приезжает опека и разбирается с этим животным. Все. Это невозможно просто. Я даже слушать такое не могу. Ребенок кричит, там черт знает, что происходит. А если она просто, ну, загубит его? Что будет? Друзья, хочу вас познакомить с моим другом, с Андрюхой. Мы живем в одном городе. Уже общаемся, наверное, лет 15. Да, наверное, даже больше. Вот. И хочу вам порекомендовать, посоветовать его канал, посмотреть. Там очень сильные расследования. Они достаточно опасные. Андрюха, расскажи, как, что там происходит. Ну, у меня настолько крутой эксклюзив, которого даже нет на федеральных каналах. Именно поэтому федеральный канал ассирует все мои расследования, все разоблачения. Мы ловим даже мошенников в прямом смысле слова. Недавно разоблачил пирамиду Финика, которая собрала 850 тысяч кинутых вкладчиков. Доронин в тюрьме. Сегодня будем говорить о самых наглых заманушниках в финансовую пирамиду. О том, что они плетут в своих инстаграмах, в личных сообщениях, в том числе и какие угрозы мне присылают. Сейчас нет понимания у народа, что такое криптовалюта. Все думают, что любой токен, который кто-либо выпустил, в том числе и Доронин, это то же самое, что биткоин. Едем в Тулу для того, чтобы поймать мошенников Малиновского, его дружка-стриптизера, ну и всю эту банду, которая там будет, если, конечно, получится. Значит, ты играешь роль, короче, крупного инвестора. Можно сейчас там, Калик, подойти с камеры и сказать «Здорово, Вась». Показывал людей, которые отдавали последние квартиры, брали кредиты, залезали в ипотеки. У меня есть отсрочка полгода от Сбербанка. Общая задолженность перед банком составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей. Это как раз та сумма, которую Гафаров потратил, покупая часы своей маме. В общем, это очень полезный контент на самом деле и очень жесткий. Друзья, давайте поддержим и подпишемся на канал Андрюхи, тем самым мы ему дадим стимул делать новые видео. Он занимается достаточно опасным делом. Тебя даже несколько раз, по-моему, ждали, да, возле подъезда? Ждали, да, ребята. Ребята в масках. Так что, я считаю, достойный канал. Давайте поддержим, подпишемся. Друзья, ссылка на канал, как всегда, в описании. Переходите, подписывайтесь. Спасибо. Да, Сережа? Юль, слушай, звонила мне вот Лехина сестра сейчас, Таня. Ребенок там орет, вообще кричит, что собаки бутылки пожрали. Это кошмар просто, я даже не могу. Сейчас, сейчас, Сережа, я уже все Веринке позвонила, они сейчас собираются туда уезжать. Это опека, да, сейчас подъедет? Да, 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 опека, ПДН, КДН, в общем, сейчас все туда. Пускай. Сережа, я сразу сказала, что лучше ребенку будет в чужой семье, чем с этими козлами, блин, боючими. Это вообще, это даже не козлы, это так животные себя не ведут. Пусть лучше его усыновит кто-то, тот, кто действительно хочет иметь детей, но Бог не дает по какой-то причине, которые будут действительно любить, ценить. Я говорю, они эти мартышки, блин. Это животные просто, да, какие-то непонятные. Ладно, все. Животных слишком много для них, Сережа. Да, да, согласен. Ладно, давай. Животные своих детей берегут, давай. Давай, пока. Вообще, ребят, жесть, сейчас мы туда еще заедем, посмотрим, что там творится. Да ничего. Что с ребенком? Да, нет, нормально, он лежит на кровати. Я испугался, я думала, что он упал, упал. Не, он на кровати лежит. Понятно. Ладно, все, сейчас я подъеду, давай. Ну, через 40, да, я так понимаю? Да, 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 где-то так, давай. Короче, ребят, мы сейчас тянем время, чтобы, ну, ОПЕКа туда приехала, она же просила денег. Но мы потянем время для того, чтобы ОПЕКа приехала и увидела все своими глазами, что там происходит. Это кошмар вообще. Товарищи Ромашкины, у них приехала дочь, 4-месячный ребенок. Вот. И мама находится в состоянии алкогольного пьянения. Ребенок кричит. Вот. Ребенок там кричит клип на всю каменку. Соседи уже тут обратились. Соответственно, никаких там действий не принимается. Пьянка, по всей видимости, продолжается. Позвонила я в ОПЕКу. Там все заняты, у них специалистов нет. Надо как-то, наверное, что, снарядить и уехать. Мальчику 4 месяца, да, он, видимо, не кормленный, потому что, там, видишь, собаки бутылки посъели молочные все. Ну, там все. Там бабушка в состоянии алкогольного опьянения, мама в состоянии алкогольного опьянения. В общем, все. Папа, кто у них на стекольном, по-моему, живет. Мама здесь с ребенком. Все правильно. Вопрос изъятия ребенка в такой ситуации решается определенными чиновниками, которые на это как бы полномочны законам. А у нас получается, что я ни я, ка была, ни моя, все друг на друга скидывают. Если вдруг она, пока мы ждем, куда-то там свалит, то поедет она к тебе, чтобы ты уже была готова ее там принять. Я не знаю, куда-то выходит, как у меня сбоюхать. Понятно. Я не знаю. Так-то вряд ли, потому что я сейчас подниму на уши прокуратуру всех на свете. Если сейчас опека это ничего не решит, то, соответственно, уже буду по-другому я с ними разговаривать. Ты знаешь, у меня сейчас дикое желание просто сводить, забрать ребенка и все. Хотя я понимаю, что это незаконно. В общем, ребята, я сейчас слышу, о чем разговаривает Юля, с главой администрации деревни, где живет вот эта мамаша. И глава администрации говорит, что она получила недавно детское пособие, и на это пособие она постоянно пьет. И вот что происходит. Опека, конечно, повела себя вообще неадекватно. Они сказали, что у нас посетитель в кабинете, и мы что, сейчас должны сорваться при первом же звонке? Да, должны сорваться при первом же звонке, на самом деле. Вот, мы пока ждем полицию. Юля вызвала полицию, это единственное, что мы можем сделать в этой ситуации. Потому что, не дай бог, она угробит малыша, и это будет, конечно, страшно. А скажи, кто там должен был приехать из опеки? Ну, я Екатерине звонила. А кто это такая? Она у нас инспектор. Это в Козельске, да? В опеке, да. Что Екатерина сказала? Ну, Екатерина не это сам, с кем-то разговаривает, у нее занят телефон, то есть она пока не ответила. А в полиции сказали, что сейчас они на выезде, и, соответственно, как только освободятся, они приедут. Ну, короче, опека тоже забила, мы уже тут ждем больше двух часов, даже три, наверное, сейчас будет. Два с половиной, если быть точным. Да, и два с половиной часа мы ждем. Никакой реакции от опеки вообще, никто не говорит, что приедет. Всем плевать. Сейчас мы просто зайдем в дом, посмотрим, что там творится, и все. Ну, пойдем, я с вами с хорошей. Да, пойдем посмотрим. Потому что я вообще в шоке, когда речь идет о ребенке, они должны быть вот сразу здесь, здесь ехать 15 минут. Потому что сейчас там свору выскочат и съедят. Да, там у них вообще жесть. Убирай, говорю, собак. Убирай, собак. Куда? Куда хочешь, привязывай. Давайте здесь поговорим. Привязывай, говорю, собак, убирай. Убирай, говорю, пусти нас в дом. Давай здесь поговорим. Да что мне с тобой разговаривать? Юль, ну куда я их привяжу? Здесь в описании. Мы зайдем за ней, убери ее. Че ты? Куда я их привяжу? Ну привяжи их, мы сейчас зайдем. Куда я их привяжу? Куда ты идешь-то? Не трогай ты его, руками даже не трогай. Трогай ты его, ты пьяный стоишь. Кто я пьяный? Ты пьяный. Какого хрена? Куда ты вообще? Куда ты идешь? Вы все пьяные, идите домой с ребенком. Куда? Меня же муж ждет. Какой тебя муж ждет? Андрюха. Какой Андрюха, ты пьяная стоишь? Иди ребенка положи. Иди положи. У меня тут не условных, никуда нет. Органов веки могут приехать в любой момент. Иди ложись туда. Вы что творите, блин? Ну отвези ты ее, Серега. Куда я ее сейчас отвезу? А если они убьют потом этого ребенка, там нажрутся? Если они опять нажрутся, ты берешь на себя ответственность? Да. Какую ты ответственность на себя берешь? Кто возьмет на себя ответственность за такую мать? Я как петлю я возьму. Что ты несешь? Иди ложись туда. Дай нам войти, я посмотрю, что там у вас творится. И не буду я вам говорить. А тут такой, я только ментов могу завести. Таня, слушай меня, Таня, внимательно. Иди сейчас домой, положи ребенка спокойно и не прыгай с ним. В таком состоянии. Слышишь, Таня? Таня? У тебя дверь закрыта или что? А что с ребенком-то вообще? Я просто смотрю, он какой-то это, то ли побитый, то ли что-то. Не пойму. Этот вот алкаш зашел и дверь просто закрыл. У тебя! У тебя! У тебя тупик было. У тебя тупик? У тебя тупик! У тебя тупик будет. Ничего тут не скажешь ребята, никто не приехал абсолютно, всем вообще плевать. Ты денег просила это первое. И она понимаете говорит отвези меня с ребенком туда, я говорю если вы нажретесь и убьете его, я говорю не хочу брать на себя ответственность такую. Тут надо что-то делать и не уберут. Да не уберут они. Мы здесь уже пасемся на полчаса. Присаживайся к нам в машинку, поедем в больницу, посмотрим что с ребеночком у нас, как он себя чувствует вообще в целом, потому что мне не нравятся многометрики. Правильно все. Какие-то ссадины на голове. На предмет. Употребление алкогольных напитков. Тебя тысячу раз предупреждали. А слушай ты ведешь со своим ребенком себя как животное. Это же живой человек. Тихо-тихо. Возьмите ребенок пожалуйста. Давай мне его спешим. А почему у тебя ссадины? У тебя вон все побитые. Это меня Андрюха сбил. Какой Андрюха? Твой муж? От большой любви наверное. Он спит уже бедный. И он есть хочет видишь. Четыре месяца. И он хочет есть. Это не царапается он. Нет, это не царапается. Малыш маленький. Он хороший. А муж кстати не вписан в спарку. Я спросил у мужа. Я звоню. Так денег больше платят. Да, да, да. Так денег больше платят точно. Стражают они все с одной целью. Да. У него синий смотри. Вообще синяк на подбородке. Да, синяк на подбородке. Это не ссадины. Это синяк. Я не сам старался. Он жрать точно. У меня засет. Таня, а как ты говоришь, что я его кормила, что он бедный ошковку сосать пытается? Повреждение конечно это страшное дело. Я откуда у него синяки на подбородке? Она сама вся в синяках и черт знает что творит. Ну ладно, всего доброго. Спасибо что приехали. Что ребят, в итоге все таки приехала ПДН. Приехала полиция. Слава Богу, все зафиксировали. У ребенка какие-то ссадины на голове. То есть даже участковый сказал, что ему не нравится как выглядит ребенок. И это конечно страшно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова